Добрый вечер, любимый город! Здравствуйте, дорогие друзья! Вопрос, который рано или поздно задает себе каждый. Что же такое свадьба? Я, например, знаю ответ. Это роскошное кружево, инкрустации, белоснежные узоры. Как много всего еще свадебные тренды и свадебная мода, которую кто-то диктует. Дорогие друзья, сегодня в нашей программе мы окунемся с вами в мир прекрасного, в мир красоты и изящества. У нас в гостях владелица свадебного салона Марина Ситница. Мариночка, добрый вечер. Здравствуйте, Марина. Очень рада видеть вас и ваше платье в нашей студии. Ну вот скажите, это насколько ответственная работа, обязанность нарядить невесту к свадьбе? Работа на самом деле многим кажется очень простой и такой сказочной. На самом деле это все не так. Когда невеста начинает, подходит к выбору свадебного платья, она, во-первых, не всегда понимает, с чего начать, в каком направлении двигаться и очень волнуется. А не может понять из-за чего? Из-за огромного выбора? Тот, кто занимается свадебными платьями, он выбирает для себя одно-два направления, потому что охватить все очень сложно. Нужно заниматься тем, что тебе нравится, и то, что близко тебе по духу, по стилю, по вкусу. Ну или можно несколько свадеб сделать, чтобы в разных вариантах. Готическая свадьба, классическая свадьба. Вот я про то и говорю, что да, нужно заниматься все-таки, что тебе близко, классика или все-таки готическое, что-то нестандартное. Ну как, Марина, тогда приходит невеста в салон и говорит, у меня свадьба, подберите мне платье. Я уверена, что она больше ничего не говорит. По крайней мере, она и сама, наверное, не представляет, какая будет у нее свадьба. Ваша, наверное, задача рассказать и показать, и определиться как-то с выбором. Как вы это делаете? Когда невеста приходит к нам в свадебный салон, мы задаем ряд вопросов. Во-первых, невеста должна поднимать, когда у нее свадьба, не обязательно дата, хотя бы сезон, потому что это сказывается на структуре платья, на материале, на тканях. Второй момент. Невеста может не понимать, какая модель ей подходит. Естественно, это задача уже профессионалов, подобрать ей ту модель, которая соответствует ее типу фигуры. Вот, кстати, очень хороший вопрос. Действительно, тип фигуры женщины, ее возраст, он же, наверное, тоже влияет на выбор платья. Вот скажите, за Александром стоит бесподобное, ну просто шикарное, Саш. Спряталась за меня. Платье. Вот, скажем, на какой возраст, на какой сезон оно подойдет? Вот как-то расскажите о нем, что это за красота такая? Я бы сказала, что это силуэт А, модель силуэта А. Очень удачная модель, потому что она, в принципе, подходит практически под любой возраст, под любой сезон, так как здесь закрытый верх. У нас оно пользуется популярностью и летом, и осенью, и зимой. А также, так как силуэт А, он очень подходит под любой, практически, под любой тип фигуры, потому что... То есть платье универсальное, можно сказать. Да, да, да. Можно какую-то, наверное, муфточку, да, набросить, что-то такое, если это зима. Если я правильно понимаю, то каждое свадебное платье – это, ну, целое произведение искусств. Давайте остановимся на том, кто же сегодня производители и какие это платья. Может быть, какие-то есть ручные работы, штучные варианты. Действительно, может быть, самая популярная – это ручная работа, может быть, они действительно самые дорогие, самые, скажем, востребованные у невест. Ну, я бы сказала, ручная работа тоже бывает разная. Бывает ручная работа, которая сшивается целой семьей дома, в небольших городах нашего ближайшего зарубежья. Естественно, качество тоже сказывается. Бывает ручная работа нереально высокого качества. Естественно, и цена бывает тоже разная. Вот. Я занимаюсь платьями европейскими, европейских производителей, потому что я уверена в их качестве, в качестве материалов и в лекалах. Потому что… То есть мы можем говорить, что сегодня европейские производители – это очень качественные свадебные наряды, да? Можно ли среди них выделить, может быть, белорусскую свадебную моду? Скажу честно, да, за последние пару лет свадебная мода нашей страны очень прошла вперед. И платья, которые я вам продемонстрирую, будут как европейские, так и белорусские. Давайте сейчас, наверное, посмотрим свадебные платья. Так, сейчас я вам рассказывала про производителей свадебных платьев. Из Беларуси. В данный момент, да. Это белорусская модель? Это, да. Это платье белорусского производителя, силуэт рыбка. Силуэт рыбка подходит под тип фигуры, максимально приближенный к идеальному. Это мой любимый силуэт, на самом деле. Он очень женственный, он подчеркивает все формы девушки. Ну, касательно стилю и касательно моди, здесь, если вы видите, очень необычный оттенок. Здесь цвет капучино, таким немножко металлическим, отдает. Это очень модный сегодня. Это, да. Сейчас очень модно, да, добавление. Раньше это был айвори и белый, сейчас это крем капучино, персиковый. Это популярная модель у невест сегодня, учитывая, что она белорусского производителя. Модель именно рыбка, вы имеете в виду, да? Именно такое платье. Я бы сказала, что оно популярно среди тех невест, которые могут себе позволить его одеть. Давайте обратим внимание на спинку. Здесь спинка отделана очень красивыми пуговичками. Немножко сложновато жениху будет и застегнуть, но, по крайней мере, результаты сами видите. Марина, но это не весь ассортимент и модельный ряд, который вы сегодня готовы представить в нашей студии. Здесь еще одно уникальное платье. Мы прям ждем его с нетерпением. Спасибо большое. Да, сейчас будет вторая моделька, тоже силуэт рыбка или русалка, кому как удобно. Это европейский производитель, итальянское платье. Здесь побольше, подлиннее шлейф у этого платьица. Вот, ну, очень шикарная модель, тоже цвет капучино. Капучино персиковый. Он такой более насыщенный, такой персиковый. Ну, вы видите сами, здесь побольше кружева. Даже здесь, я бы сказала, не столько кружева, сколько аппликация. Очень дорогие тоже. Спиночка здесь получается также отделана пуговичками. Вот, по всей спинке. Это платье для уже другого типа фигуры. Нет-нет. Да, да, это верно. Тоже идеальное. Только идеальные фигуры. Я так понимаю, у нас невеста должна быть только с идеальной фигурой. Ну, а как иначе? Ну, в принципе, да. Каждая невеста к этому сказочному дню готовит и фигуру в том числе. Ну, как тебе сказать, Александр? Это платье немного сложнее, но результат. На фотографиях шлейфы очень смотрятся шикарно, очень дорого. Сегодня модно, ну, популярность у невесты платье со шлейфом, ведь это не всегда удобно. Сейчас модно платье со шлейфом, однако каждый сам выбирает для себя, какая у него свадьба по масштабу и так далее. А шлейф, он должен как бы быть все время на полу или должны быть маленькие девочки, которые его несут? Ну, для церемонии бракосочетания, то да, девочек можно, естественно, пригласить. Однако на шлейфе всегда присутствует запасная пуговичка с петелькой, чтобы невеста могла во время танца или во время самого мероприятия подстегнуть, чтобы шлейф уже не отвлекал. А, представьте нашу модель очень красивую. Да, тоже моя любимая модель, Ирина Гордеичик, тоже не первый раз мы с ней работаем. Ну, я знаю, что Ирина очень часто выступает на показах свадебных платьев, и они действительно очень идут. Спасибо большое. Марина, все это хорошо. Появился хвост русалки на свадьбных платье. Это очень красиво, Марина. Это безумно красиво. Бесподобно. А где фата? Где традиционная фата? Кстати, она не в моде, что ли, фата? Ни на одной невесте мы ее не увидели сегодня. Фата никогда, я думаю, не выйдет из моды. Единственное, что сейчас, на сегодняшний день, я бы рекомендовала невесте одевать длинную фату. Это может быть двухметровая фата в два яруса, а также сейчас модно испанка. Это когда кружевная фата аккуратненько выкладывается по прическе в один слой. Испанка, итальянка, француженка, американка. Вот так можно изучить географию по свадебным платьям. Ну, можно и с этого начать хотя бы. Саш, скажи, вот из представленных сегодня здесь платья, вот лично тебе, какое больше всего понравилось? Они все прекрасны в своем исполнении. Какие-то напоминают Францию, какие-то Америку 80-х годов. Но вот, Марина, у меня вопрос в связи с этим следующего характера. Вот психологи утверждают, что именно с выбора свадебного платья, собственно говоря, и начинается семейная жизнь. Счастливая семейная жизнь. И к этому вопросу нужно очень серьезно подойти. Ну, я уже не буду говорить о том, что жених не должен до свадебной церемонии видеть платье невесты. Но вот сколько времени уходит на работу, и психологическую в том числе, чтобы подобрать именно этот самый важный аксессуар, с которого и начинается семейная жизнь? Я бы порекомендовала невесте изначально, прежде чем идти на первую примерку в свадебный салон, ответить для себя на несколько вопросов. Первое – это какой будет свадьба по масштабу. Если это будет свадебный вечер, свадебный ужин в кругу друзей и близких, то можно ограничиться вечерним коктейльным платьем. Цвет платья уже на вкус невесты. Марина, вот здесь за мной представлено платье. Это такой вариант, о котором вы говорите? В принципе, да. Он мог бы подойти. Это не совсем тот вариант, но вот коротенькие модельки, коротенькие платья очень платья. Но фата к нему никак не подойдет. Почему? Можно фату, да. Такую, как вы говорите, испанку. Ну, нет, испаночку сюда нет. Скорее всего, испанка подлинная. Подлинная подойдет. А здесь же тогда, может быть, какая-то шляпка, я не знаю. Я думаю, сюда можно что-то, волосы. Видок из цветов. Я думаю, что на тот вопрос ответят флорист и визажист. Это по их уже. Но в любом случае, для более скромного торжества вполне подойдет подобная модель. Так, хорошо, дальше. Значит, иногда бывают случаи, что невеста с женихом запланировали свадебный ужин, но они планируют красивую фотосессию с профессиональным фотографом и заказывают красивое шикарное платье ради того, чтобы у них остались красивые фотографии, красивые воспоминания о свадьбе. Второй момент. Ну, если это масштабная свадьба, понятно, здесь уже зависит от бюджета. Дальше. Сейчас очень популярна свадьба за границей, свадебная церемония за границей. Невесты выезжают как в Европу, так и на острова, к морю, океану. Естественно, здесь тоже есть нюансы по транспортировке платья. Заказывают платьишки такие, чтобы удобно было привозить. И чтобы не мялось. Ну, я думаю, с тем вопросом уже можно как-то там отрегулировать, отпаривать. Я думаю, есть. Не в пустыню они едут. Ну, да, да. Но у нас был случай, у нас невеста, значит, церемония бракосочетания была в Таиланде. И у нас заказывали нереально красивое платье, достаточно сложное, короткое спереди, с трехметровым шлейфом сзади. Очень красивая модель. Значит... И вы его на самолете отвозили в Таиланд? Не, невеста сама. Ну, я имею в виду. В любом случае, вы готовили для транспортировки, как какое-то уникальное произведение искусств, наверное, да? Ну, можно сказать и так, да. Значит, когда невеста определится, все-таки, где за границей или на родине отмечает свадьбу, если все-таки она останавливается на своем городе, ну, или вот у себя в стране, то они определяются с местом проведения, с площадкой, где будет проходить свадьба. То есть открытая либо закрытая? Город или природа? Нет, это тоже, но отсюда будет просто прорабатываться стиль свадьбы, стилистика свадьбы, потому что помещение, в котором будет проходить свадьба, она будет в определенном интерьере, значит, в определенном стиле интерьер будет выполнен. И, естественно, в дальнейшем уже со свадебным организатором, со свадебным декоратором, флористом прорабатывается стилистика свадьбы. И когда невеста приходит в свадебный салон, она уже понимает, это стиль рустика или классика, потому что модели абсолютно разные, и мерить все не имеет смысла, лучше сэкономить свое время. То есть, когда первый раз приходит невеста к вам, она задает вопрос, хочу платье, но не знаю, какое. Вы отправляете ее по всяким специалистам. Тогда она уже более подготовленная, приходит к вам и говорит, теперь я знаю, какая у меня будет свадьба, подберите мне платье. И вы начинаете уже работать в четко направленной стилистике. Я правильно все понимаю? Немножко не так. Есть невесты, у которых, понятное дело, свадьба в классике. Это большинство свадеб, поэтому они приходят и понимают, что они хотят. Когда я смотрю на невесту, я предлагаю сразу по типу фигуры ей модели, зачастую невеста после первой примерки уходит уже с платьем. И получается, что свадьба выстраивается уже вокруг платья. Да. Ой, как это здорово, когда свадьба выстраивается вокруг кого-то или чего-то. В принципе, я бы хотела успокоить мужскую часть наших телезрителей сегодня, потому что мы решили говорить о свадьбе именно с позиции самого красивого в ней. Это невесты и свадебного платья. Но, на мой взгляд, ни одна свадьба не обходится, ни одна невеста не обходится без свадебного букета. И если, дорогие друзья, вы думаете, что это мелочь, то все-таки ошибаетесь. Потому что цветы в руках невесты, они имеют особое значение. И в свадебной моде это просто особый ритуал, очень-очень символичный. Прямо сейчас в нашей студии все секреты свадебных букетов расскажет наша гостья, флорист-декоратор Наталья Романтик. Здравствуйте, проходите к нам в студию, присаживайтесь. Спасибо, что пришли. Эти букеты на столах уже от Натальи, да, представлены ей сегодня для нашей программы. Наталья, я так понимаю, вы сразу с заготовками, с материалом. Да, конечно. Извините, что я так называю цветы, но в данном случае это то, из чего будет получаться букет. В принципе, это так и называется. Давайте начнем с того, что такое современный букет в руках невесты. Букет это не просто цветы, букет это основной элемент и, как правильно вы сказали, символ, который передает настроение и индивидуальный образ и характер невесты. Наталья, что вы сегодня принесли и что вы планируете из этого сегодня сотворить? Так, я сегодня вам принесла уже несколько готовых букетов и заготовки составить на месте уже букет в модном направлении, который сейчас завоевал сердцем многих девушек. Вообще в 2017, конец 2016, начало 2017 года и вообще на протяжении всего следующего года можно выделить такие направления, как пастельная тона. В принципе, я здесь составила букетик в данном направлении, который очень популярный. В букетик входят довольно-таки известные цветы. У нас сейчас невесты очень требовательные, знающие, разбирающиеся во флористике. В данном букетике представлены такие цветы, как альстермерия, бруния, устома, эвкалипт. Они что-то обозначают? Они несут обозначения? Нет. Или это просто красивое сочетание? Нет. Сейчас уже нет такого, что, допустим, какие-то цветы, это символика чего-то. Нет. У нас в данном случае невесты все современные, они далеко отошли от каких-то традиций. От символизма. Да, от символизма. Они движутся в современных направлениях. То есть главное, чтобы букет был красивый и модный, я правильно понимаю? Да, самое главное, чтобы букет был красивый и модный, но в то же время, чтобы он все-таки был по душе девушки. Как бы девушка не следовала тенденциям, но если она все время мечтала о красивом, кругленьком, моном букете, то, конечно, не следует, как говорится, придерживаться слепо-моди. В принципе, я согласна, что личные предпочтения очень важны. Я когда увидела то, что вы принесли, я сразу выбрала вот этот и сказала, что вот этот букет, он будет возле нас. Вот скажу честно, этот букет по сочетанию, по атмосфере, по характеру напоминает мне картину Ван Гога. Да? Да, кстати, да. Наверное, подсолнухи сбили с толку или внесли свою какую-то конкретную акцентирующую ноту. А вот расскажите про этот букет. Саш, можно я тоже подержу его? Конечно, конечно. Подержу его. Очень красиво. Я смотрю, здесь есть у нас подсолнух. Подсолнух. Красивые маленькие, очень интересные розы разных цветов. Это есть листья папоротника. Зелень. Зелень, да. Ну, здесь не портают только морковки и петрушки. Нет, на самом деле этот букет составлен, можно сказать так, по тематике осени. Я его специально составила, потому что сейчас на дворе осень, очень много желтых, оранжевых красок. Ну, как бы, как вариант составил вот такой тематический букетик. А вот у меня вопрос, кстати, к Марине сразу. Марина, вот скажите, к какому из платьев подойдет такой букет? К любому? Во-первых, букет и платья, они же уже будут по стилистике свадьбы прорабатываться. Так просто ответить на этот вопрос сложно. Ну, скажем, к белому подойдет? К белому? К белому. Я думаю, это рустик, да, стиль будет больше. Ну, тут и рустик, и классика. К белому подойдет, подойдет и кайвери. В принципе, в любом случае букет очень яркий. Здесь, кроме букета, желательно подчеркнуть еще яркими элементами, допустим, образы жениха. По-любому будет бутоньерочка. Наконец-то про женихов заговорили. Да, вспомнили. Так, будет бутоньерочка. А если свадьба будет, ну, в любом случае, с таким букетом свадьба будет осенью, то еще желательно, пускай платье будет белое, но чтобы она была все-таки, да, более в таком легком, не классическом стиле. Вот мы будем правильно давать все-таки рустик. А еще желательно подчеркнуть веночком. Ну, вот я жду ключевой момент в этом блоке нашей программы. Наталья, когда же вы приступите к изготовлению, чтобы чудо произошло у нас в студии? Могу сейчас. Дорогие друзья, прямо сейчас в нашей студии известный флорист Наталья Романтик начинает мастер-класс по созданию свадебного букета. И я попытаюсь ей мысленно так это помочь, буду очень внимательно наблюдать. И будем наблюдать, как чудо происходит у нас на наших глазах в нашей студии. А ты, Александр, тогда продолжай узнавать все про свадебные наряды. Марин, вот вопрос, который хочу задать, ну, уже с начала нашей программы, вот с момента обсуждения свадебной моды. Скажи, а насколько современные невесты сегодня капризные? Ведь тебе с ними приходится сталкиваться каждый день. И каждая... Вот бывают такие случаи, что хочу то, сама не знаю что. Я думаю, это всегда, наверное, происходит с невестами. Да, конечно. Это, в принципе, с девушками происходит. В принципе, Марина, да. Согласна полностью. И желательно сейчас и сразу. Ну, вы можете помочь в этом, я думаю, сейчас и сразу. Пришла невеста, выбрала платье, вы же сами сегодня об этом говорили. И часто после первой примерки уходит сразу с ним, да? Да, случаи есть, когда невеста, приходя на первую примерку, выбирает платье и, естественно, уходит с платьем. Если я вижу, что у нас невеста, я вижу, что ее предпочтения и модели, которые я представлю в нашем слалоне, они не пересекаются, то я не настаиваю, я не навязываю платье. Удивительно, но сегодня почему-то не были представлены в нашей студии разноцветные свадебные платья. Я знаю, что мода такая сегодня ультра-ультра, и она подразумевает и красные, и голубые, и ярко-салатовые платья. И, возможно, черные. Ну, не дай бог, конечно, но расскажите, какая вот она, современная свадебная мода? Касательно черного, да, есть платье, в которое добавлены элементы черного цвета. А ты говоришь, не дай бог. Может быть, это белое платье с элементами черного какого-то кружева, да? Да, элементы черного кружева, согласна. Конечно, невеста, приходя в свадебный салон с родителями, не находит компромиссы зачастую в таких платьях, потому что невеста видит платье определенным. А мама невесты. А мама невесты, или... Мама хочет белое, невеста хочет красное, как говорится, поэтому бывают различные неувязочки. То есть невеста ходит белым, но со слезами на глазах, да? Приблизительно. Вы знаете, да, насчет цветовой палитры есть непонимание между невестами и старшим поколением, скажем так. Вы как-то помогаете разрулить такую вот ситуацию? И на чью сторону чаще всего становитесь? Только честно. Вы знаете, я занимаю нейтральную позицию, потому что невеста должна быть все-таки счастливой в своем свадебном платье. Я пытаюсь донести это до того, с кем... до того человека, с которым она пришла, который, как говорится, заказывает это платье. Но дальнейшие это свои семейные вопросы пусть решают за... Ну, расскажите, насколько модно и часто можно встретить сегодня такие модные свадебные цвета, как розовый, красный, бирюзовый. Насколько это популярно сегодня? Вы знаете, касательно красного платья, был момент, когда невесты выходили замуж в красных платьях, это было 2-3 года назад. Сейчас, честно признаюсь, я не вижу. Я придерживаюсь... да, я люблю, когда свадебное платье необычного оттенка. Я продемонстрировала вам крем, капучино, персиковые оттенки, вот такие более пастельные тона. Но такие кричащие, все-таки это не по моей части. Это не так популярно, наверное, с тем не получается. Не популярно, скажем так, да. Я так понимаю, что с женихами все гораздо проще. Слушай, тебя так... Тебе сказали, это, ботанерка, костюм... Главное, чтобы невеста была рядом, Саша. Главное, чтобы невеста была счастливой, да, в этот день. Вот когда говорим о счастье невесты, мне кажется, огромное счастье, когда у нее в руках красивый свадебный букет. Нет, расскажите, Наталья, вот это вот свадебное счастье невесты, которое вы сейчас создаете, что это будет? Какая вот это уже красота получается? Из каких цветов? Так, из каких цветов я могу рассказать? Это роза, сорт Энгиджемент, белая гвоздика. У нас почему-то, я бы сказала, что половина невест очень не любят белую гвоздику. Не любят гвоздику, потому что она у наших людей ассоциируется с чем-то не очень приятным. С трауром. Наоборот очень красивый цвет. Красная гвоздика. Ну, разубедите, что вы знаете. Да, это на самом деле очень глупо, потому что гвоздика на данный момент на рынке представлена в большом ассортименте по цветовой гамме и смотрится очень красиво в букетах. Поэтому могу сказать, что не пугайтесь, это очень красивый цветок, она очень стойкая, очень красиво смотрится. Так, следующие цветы это эвкалипт, зелень, фисташка представлена, эустома и лимониум. Наталья, вы составляете букет в каком-то модном направлении, мне кажется. Да, букеты составляют в модном направлении, в принципе, этот букет уже завоевал сердца наших девушек, на следующий год, я думаю, перейдет уверенными шагами. Букет свободной формы, он не имеет четких граней, его еще мы называем растрепыш. Потому что невесты очень часто говорят, что это растрепыш. Довольно-таки модный букет. То есть это букет растрепыш, Саш, ты понял, вот какая, это не только свадебная тенденция, это вообще цветочная тенденция. Вот какие букеты мы сейчас любим, Александр. Ничего не имею, по-моему. Растрепыши. Цветовая гамма тоже, в принципе, очень модная. На следующий год кремовый персиковый цвет считается довольно-таки модным цветом. Так, белые оттенки, они подчеркивают кремовые. Видите, что они очень, как говорится, выделяются кремовой розы на фоне белого и на фоне зеленого. Так, сейчас я составлю букетик. Хорошо, составляйте. Но я уже обращаю внимание на то, что это не просто так взять цветы и сложить их в букет, дорогие друзья. Каждый цветочек, каждая травинка и то, как они расположены друг возле друга, в свадебном букете имеют огромное значение. Мне уже не терпится увидеть эту красоту. И я так понимаю, Наталья, что этот букет все-таки кому-то достанется, какой-то невесте. Обязательно. Поэтому я думаю, что вы нам позволите с Александром туда... Внести свою крупицу. Да, такой для будущего семейного счастья. Марина, скажите, ну а вам уже приходилось по случаю надевать свадебное платье в жизни? Именно по случаю? Да, именно по случаю, по особому случаю. Ну вообще, я платье каждое, все платья представлены в салоне, я их перемеряю. То есть именно женщины, чтобы вы свадебных нарядами. Да, потому что мне нужно понимать, как они садятся и как мне в дальнейшем их предлагать. Как они застегиваются. Да. Бывает ли такое, что невеста приходит уже со своими эскизами и просит изготовить по индивидуальному заказу? Вот нарисовала, придумала, приснилось оно ей. С эскизами еще не приходили невесты. Приходили невесты с конкретными фотографиями. Но здесь есть тоже такой интересный момент. Зачастую невесты приходят с фотографиями свадебных платьев от очень-очень дорогих дизайнеров. С которыми я даже вела переписку, там свадебное платье, коллекция 200 тысяч евро. И они приходят и говорят, что мы на китайском сайте нашли такое за 100. Почему там у вас такие цены? То есть, ну здесь немножко тоже есть несостыковка. Невесты видят красоту, но они не понимают цену. И естественно, ручная работа, выполненная в том платье, никогда не будет выполнена. Ни у нас, ни... Ну это очень сложно. Я смотрю, наш букет уже готов свадебный. Наталья, мне терпится услышать, да, что он обозначает? Букет в первую очередь должен передавать настроение невесты. То есть, если он растрепанный, значит, невеста должна быть легкая... Растрепанная. Растрепанная. На позитиве. На позитиве, да. Современная девушка, да. Так, букетка также должен передавать еще цветовую гамму свадьбы, то есть оформление свадьбы. То есть зеленая, розовая, белая, все очень нежное, кремовое, что-то такое. То есть это должна быть свадьба или в стиле рустик, или такая легкая классика. Поверните его на камеру, потому что всю красоту, конечно, вы же спрятали у себя. Вот он, какое чудо. Самольвусь. Спасибо вам большое. Мне кажется, такой букет украсит, наверное, любую невесту. Я думаю, что гармоничнее он будет смотреться в руках у девушек, которые у нас сегодня в роли невест. Невест. Букеты прекрасные. Пока Александр их вручает нашим красивенным невестам. Это вам. Это вам. Вот теперь полна гармония. Спасибо, Саша, ты прекрасен, как обычно. Скажите, Марина, Наталья, что бы вы хотели пожелать нашим невестам и женихам в такой прекрасный, такой знаменательный день? Я бы хотела пожелать невестам хороших женихов. Так. Ну и счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и красивой свадьбы. Красивой спадьбы. Отлично. Ну, я, конечно же, присоединяюсь к Марине, но как флорист я хочу пожелать невестам, чтобы они слепые не исследовали моде. А все-таки выбирали то, что им ближе к сердцу, и, как говорится, подходило именно им, именно их. Подчеркивали свою индивидуальность. Ну, а мы продолжаем. Платье выбрали, букет собрали, но впереди еще самое интересное – создать стиль свадьбы, да, в принципе, и саму свадьбу. Вот как раз-таки об этом далее в нашей программе. Свадебный декор. В последнее время это особое искусство, без которого не обходится ни одно торжество. Так же, как и без свадебного стилиста. Это лучший друг на свадебной церемонии. Придумать образ свадьбы так же, как и создать образ невесты – задача далеко не из легких. Как это делается? Сегодня об этом в нашей студии расскажут наши гости. Наталья Корзун, руководитель свадебного агентства, и Нина Стазаева, визажист, мастер международного класса. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Очень рада видеть вас в нашей студии. Расскажите, пожалуйста, что такое современная свадьба. Наталья, какие они бывают, эти свадьбы? На морях, на океанах, или только спокойно дома или в ресторане? Что сегодня уходно? Ну и в догонку вопрос, кто же диктует эту самую пресловутую свадебную моду? Да, свадебную моду. Ну, скажем так, диктует пресловутую свадебную моду. Я всегда была приверженец того, что это все-таки невесты. Именно невеста диктует той, какая свадьба должна быть. Именно так должно быть, чтобы она захотела, а уж все вокруг нее плясали. Ну, пусть она побыет королевой хотя бы в этот самый главный день в своей жизни. То есть ей что-то приснилось, а вы воплощаете? Я не знаю, мне лично не приснилось, я четко знала, что я хочу. Может быть, кому-то и приснилось. На самом деле, свадьбы современные, они очень разнообразные. Это иютные семейные вечеры, да, в компании идут 20 человек. Это и масштабные свадьбы 100-200 человек. Такие тут, что как раз-таки проходят. И я могу сказать, что современные свадьбы, да, на морях тоже бывают. Скажите, вот в вашей практике самая, ну, скажем, может быть, удивительная свадьба, которая вас поразила, это что? Удивительная свадьба поразила меня, это, наверное, когда 2008 год был, да. Тогда я уже занималась свадьбами, это свадьба в стиле ретро. Вот это было здорово, это было интересно, именно ретро таких 20-30-х годов. Это была американская ретро? Да, это было... Основное, что интересно, потому что мы все смотрим фильмы, наверняка пересмотрелись, и вот этот дух им был близок. У нас были и сигары. Гарлем, мафия. Да, кланы по столикам, все это было. Вот, скажем так, эта свадьба меня удивила. Но прошло пару лет, и пришла ко мне пара, которая говорит, мы познакомились в Ледовом дворце, в нашем, в Гомельском. Сделайте так, чтобы регистрация брака состоялась именно в Ледовом дворце. На коньках. На коньках все верно. Все были на коньках, кроме меня, я не умею даже на них стоять. И невеста, Женькова... Нет, ну по такому поводу можно было бы и научиться. Очень здорово, да. Ну, можно было бы научиться, но, к сожалению, времени не так много на подготовку было. И буквально за два месяца наша подготовочка привела к такому грандиозному событию. Да, регистрация брака в Гомеле состоялась именно в Ледовом дворце. Вот так вот. Ничего себе! Мы далее обязательно поговорим про выездные. Обязательно. Сегодня свадьбы. Но я бы хотела, я уже с самого начала передачи хочу задать вопрос. Нина, свадебный макияж, я знаю, что это не просто что-то удивительное, это сегодня такое разноплановое. Расскажите вот эти основные моменты современного свадебного макияжа. Насколько это вообще важно? Важно очень, потому что, как правильно Наташа сказала, свадьба вся крутится вокруг невесты. И может, как бы каждый о своей профессии так думает и говорит, но тем не менее, когда проходят годы и молодожены пересматривают фотографии, все просто гости, да, все куда смотрят? Ищут мордочку, да, свою где-то вот ясно. Вот и невеста тоже. Насколько ее лицо будет фотогеничным, потому что сегодня это не просто дополнение, как бы, или потому что надо, или потому что это действительно сегодня диктует та же аппаратура, которую снимают наших невест. У нас все круче и круче. Фотографы, их аппараты, видео, опять же, если это какие-то, вот как мы уже видели, или переставленные фотографии. Кстати, я перебью, это работы Нины, да, это ее стиль, макияж, поэтому обратите на это внимание. Дело в том, что на самом деле это не только, я скажу, необходимость для невесты, это и для жениха, тем более, если фотография делается вот как выездные, вот эти все церемонии там, или на островах, или, ну, на остров, конечно, может, я не поеду с ними, но вот где-то на выездной фотосессии я бы вполне поприсутствовала, потому что, ну, одно дело, там, подпудрить носик невеста может, но не всегда это важно и всегда нужно, может, даже со стороны посмотреть, как смотрится лицо невесты, потому что часто я замечала, красивые невесты присылают фотографии, все, вся была такая куколка, все в стиле, прическа, макияж, платье, все было доброе. Но фотограф, видимо, больше показать себя хотел, как фотографа. Чем невеста, да. Да, и, ну, как, она показана, ну, например, таких кадров, где бы хорошо был крупный план и было видно, вот, есть такие, да, присылают, и очень приятно, а иногда приходится самой становиться фотографом, потому что иногда настолько тяжелые бывают лица в плане, вот, ну, как работы с лицом, и кожа проблемная, и просто сами черты лица мелкие, а все же хотят огромные глаза, прямо на пол лица. Да, и вот это диктует, прежде всего, даже не моду на макияж, потому что, знаете, есть невесты, делятся, я говорю, на два таких, две категории, два плана. Одни хотят, чтобы было красиво, а вторые очень красиво. Ну, да. Я этого хочу всегда тоже. И поэтому, когда раньше я, ну, когда давно начинала с ними работать, я с ними точно так же волновалась. То есть и так с пятницы на субботу практически не спала, хотя им всегда, говорю, обязательно выспаться, потому что это, наверное, ну, самое важное. Пусть она забыла там масочку-скрабик перед сном сделать, пусть она там еще чего-то, ленточку какой-то не подготовила, там, к прическе, к букету, но если она не выспалась, никакая косметика, да, это блеск глаз другой, это энергетика тяжелая, вот. А я на самом деле в себе поймала такую вот, ну, не знаю, фишку какая-то, вот, какую-то магию, что я работаю с невестой, входя в ее ауру, мы вот на самом деле очень же близко работаем. У нас опасная работа, нам, я не знаю, почему не доплачивать, да вредность. И получается так, что когда невесту расслабишь, потому что очень многие настолько напряжены, что ее трусит круче, чем многих на Евровидении, да, не могут. Там хотя бы люди репетируют, тренируются, как-то входят в это. Так стилисты, флористы должны быть еще и психологами? Я думаю, да. По-своему да, в любом случае. Я иду к тому, чтобы написать визитки, да, визажист. А сколько, кстати, продолжается свадебный макияж? Ну, если невесту минут 40 успокаиваешь, то за оставшиеся минут 20 надо быстренько все сделать. Здесь вот помогает то, что я все-таки конкурсный мастер и таких же воспитываю. Одно дело уметь что-то делать, знать как, что, а другое дело уметь так же хорошо делать еще и быстро. Вот. И когда невеста опаздывает на этих 30-40 минут из-за того, что парикмахер там что-то переделывала на прическе, или такси там долго ехала, или фату забыли, возвращались, такое тоже бывает. То есть ко мне невеста приезжает, совсем остается чуть-чуть время. И еще не разувшись, просит, Нина, а можно минуток на 10 раньше закончить? Добрее закончить, да. Вот это самое интересное получается, эти мобильные телефоны. Когда мы начинали, их не было. Села невеста, работаешь. Вот. И почему мне нравится больше в студии работать, когда не отвлекают родственники, гости, голубцы рядом не жарятся, все красные не ходят и не заглядывают невесте в лицо, и уж тем более не поздравляют все входящие каждые 5 минут, и лишним делом не нервируют невесту. Нина, Наталья, скажите, насколько важно вот стилисту вам, как вот руководителю агентства подобного мероприятия, насколько важно, может быть, кто выбирает свадебное платье, работать в одной связке, чтобы свадьба получилась красивая, достойная. Расскажите. Я, может быть, говорю сейчас о свадьбе под ключ, я не знаю, о таком понятии. Есть такое понятие, как свадьба под ключ, и есть такое понятие, как слаженная команда тоже. Как хорошо, что в Гомеле у нас как раз-таки мы все стараемся дружить, да, и чаще всего это хорошая связка уже, у нас очень хорошие специалисты, я как руководитель агентства могу сказать, что да, Гомель находится на очень хорошем уровне. Это важно, это важно для того, чтобы получилось правильно скоординированный свадебный день. Нина уже сказала о том, что времени остается мало, и тут очень важно правильно распланировать. И, скажем так, не просто связка, а сколько, наверное, тот организатор, тот координатор, который организовал свадебное торжество, учил все моментики, то же самое такси, кофе для невесты и бутерброд в нужное время. И чтобы фату не забыли. То есть на помощь приходят, конечно же, организаторы, координаторы. Это неоткемлемая часть современных свадеб. А скажите, сейчас мы показываем, это ваши свадьбы? Я имею в виду ваша организация? Да, это наши подрядчики, скажем так. Это организация, украшения, дизайн современной свадьбы? Это декор. Декор. И как раз-таки вот мы с вами общались накануне, да, на тему того, какие сейчас современные тенденции в декоре. И, скажем так, на этих фотографиях мы видим детали, мы видим украшенный зал полностью, да, что немаловажно. И вообще в декоре свадьбы и в стиле, мы об этом начинали сегодняшнюю программу, что стиль свадьбы, да, так вот очень важно не просто декор зала, не просто свадебный букет, не просто визаж, а все целиком, да, в том числе сувениры гостям. Сейчас очень модные бомбоньерки, они никак не... Они не уходят из моды, они всегда модны. Этот презентик гостям очень приятно получить, но очень хорошо, когда этот презентик гостям бомбоньерочка выполнен в таком же стиле, как и зал, да. А сувенирчик за конкурсы, да, я, наверное, это слово сегодня все-таки произнесла, тоже выполнен в этой же стилистике. На помощь приходит полиграфия, на помощь приходит ручная работа, да. То есть каждая деталь должна быть проработана. Здорово. Но самое главное, я уже поняла, платье, красивый, да, стиль, обязательно красивый макияж, прическа, букет, ну, жених, конечно, рядом, да, и фотографии на память. Без этого, конечно же, никак. Я заметил то, что касается свадебного макияжа, достаточно часто на невестах можно прямо на теле, на коже, на лице увидеть стразы. Нина, расскажите, что это? Там, где тело, там Александр видит все. На самом деле, да, Саша, стразы как-то в последнее время настолько преобладают в количестве на платьях свадебных, что уже невесту особо украсить этим, ну, не нужно даже. То есть отпадает необходимость, это раз. Второе, то, что это уже будет перегруженное лицо. Были такие моменты, была какая-то, ну, мода, не мода. Опять же, у нас заполонила, как бы, конкурсная вся эта тематика, нас захватила, мы стали это, в любом случае, все тенденции, которые идут в макияж, в жизнь, они приходят откуда-то с подиумов, со съемок, с тех же конкурсов. И вот когда мы привозили что-то оттуда, подсмотренное, вот в фантазийных макияжах, например, каких-то там работ, не обязательно свадебных, хотелось это вот крупицу внести. То есть у меня были инкрустированные микро-такими кружевыми и лица невест, то есть, ну, вот что-то такое вот где-то в работах и было. Вот это можно было на теле. Но начиналось чаще всего с того, что где-то котик поцарапал именно на той руке, где будет кольцо. Тут делали кардиограмму, платье открыто, какой-то остался шрамик. И вот начинаешь это прятать, ну, просто замазать это договорить, ну, неинтересно. Давайте так замажем красивенько, так заклеим. У одной моей невесты было вот здесь, типа, даже, не знаю, похоже, как вот типа Мехензи, да? Только вот там и были перышки какие-то, стразики, вот, и это все шло так рощерками. И это как будто так и надо. Как будто так и надо. Боже мой, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот теперь жених даже если будет волноваться, он по указателю поймет, где палец, куда нужно одеть кольцо. А сейчас как-то так поутихло, но сейчас зато большое вот внимание уделяется коже. Потому что сегодня это очень хорошо. Я столько лет ждала, пока это войдет в моду. Красивая, ухоженная кожа. Ну, ее меньше в жизни, кожи самой. Мы ее делаем такой, и у нас, благо, есть средства такие, которыми можно сделать. Несколько советов невестам. Советов невестам. Как перед свадьбой и когда, главное, начать этот вот сильный-сильный уход за кожей? За пару лет. Хорошо. Хороший совет. На самом деле сильный уход уже за месяц точно не нужно делать. Это любой косметолог скажет, там, чистки, вот эти вот глубокие вещи. А какие-то фруктовые пилинги, какие-то в домашних даже условиях вещи, это, конечно, можно, нужно. И я поэтому стараюсь с каждой своей невестой, как правило, не записываться намного заранее до свадьбы, за пару месяцев встретиться, дабы увидеть, что меня ждет вообще, как бы в день работы. Вот. Ну и чтобы дать ей достаточно хорошие рекомендации, потому что по телефону этого сделать невозможно. Я бы хотела, кстати, Наталья, к вам обратиться. Скажите, насколько популярна сегодня выездная свадьба вот у нас в городе Гомеля? Выездная регистрация или выездная свадьба? Ну, видите, это два разных понятия. Это два совершенно разных понятия. Скажем так, выездная регистрация, это не популярно, это неотъемлемая часть современных свадеб. Ведь представить летнюю свадьбу. То есть в ЗАГС никто не хочет ехать? Ну, хотят. Ну, они вынуждены, может быть, потому что многие родители, как уже говорили ранее, они настаивают на том, чтобы вот регистрация брака должна быть в присутствии какого-то количества родственников в ЗАГСе. Но представьте себе, летом конвейер. Да. Просто конвейер. Гости толпятся на улице, они ждут какого-то непонятного времени, а именно команды, по-другому это не назовешь, зайти в ЗАГС. Хорошо, зашли, быстренько сели, не успели причесаться, уже надо идти в зал церемонии, да? Вот такой увлекательный рассказ. А еще гости могут на свою свадьбу, да и не на ту свадьбу зайти. И такое тоже может быть. А еще лимит гостей, все хотят приехать, нельзя, только человек 20, не более чем. Это прекрасная женщина. У нас, конечно, женщины все работают замечательно в ЗАГСах, но тем не менее, представьте, 20 пар она уже расписала сегодня. Где те искренние эмоции? Их, конечно же, не будет. Поэтому вы, зная регистрацию брака, как я уже говорила, неотъемлемая часть современных свадеб, вы делаете ее там, где вы хотите. Вы можете с ведущим проработать ту речь, которая необходима именно вашей паре. Вы можете индивидуально украсить место регистрации в том стиле и передать то настроение и то свое внутреннее чувство, понимаете, счастье и в декоре, и в мелочах. И взять, конечно же, абсолютно всех гостей. То есть это может быть берег реки, пенек в лесу. И Ледовый дворец, как вы уже это слышали. Да, ну вообще это уже замечательно, тоже очень-очень, кстати, красиво. Вот, Наталья, с кем сложнее работать? С теми, кто пришел и конкретно что-то знает? Вот мы хотим это, 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 это. Или пришли и вот у нас свадьба, но мы ничего не знаем вообще. Александр, ну я думаю, что вы сами знаете ответ на этот вопрос. Конечно же, работать с парами, которые четко знают, что они хотят, проще. Да, да, пусть они немножко требовательны, но тем не менее, они четко знают, что они хотят и дают тебе четкую установку. А твоя задача выполнять уже то, что ты умеешь делать хорошо и профессионально. Но чаще всего, да, чаще всего ко мне обращаются пары за организацией свадеб, именно те, которые говорят, мы вам доверяем, но вы же знаете, мы же вот первый раз, хотя я не люблю выражение первый раз, и вот, ну мы же не знаем, как это должно быть. И чаще всего именно такие пары. И тебе надо додумать и быть психологом, как уже говорила Нина. То есть не только флористу, не только визажисту и стилисту надо быть психологу, а вообще, в принципе, нам, свадебным специалистам, необходимо быть по-своему психологами, да, чтобы угадать и прочувствовать то настроение, и узнать, что же она на самом деле хочет. Нина, вы постоянный участник фестивалей красоты, вы международных конкурсов, чемпионатов, и я знаю, что вы даже сертифицированный судья на таких мероприятиях, и наверняка знаете вот о женском очаровании, о женской красоте, всё. А скажите, вот какую вот она должна быть современная женщина? Невеста или просто женщина? Ну, опять же, глаза — это всегда как зеркало души, передают настроение, передают волнение её тоже, и насколько она будет уверена в себе, в своей внешности. Поэтому я стараюсь всегда следовать её, там, желаниям, каким-то модным тенденциям и так далее, но всё равно стараюсь не перегрузить невесту, и даже из более взрослой невесты постараться сделать максимально юную такую, потому что это волшебство какое-то перевоплощение, оно её окрыляет, у неё такое ощущение, что либо ноги становятся длиннее, и она ещё более уверена, либо она просто не касаясь земли движется. Вот настолько она себе нравится, она должна влюбиться в себя. Вот такое ощущение, что если это произойдёт, всё, вся свадьба пойдёт вот супер просто. Ну, в принципе, значит, красивая женщина — это уверенная в себе женщина, я правильно поняла сейчас, да? Главное, что неважно, как её оценивают другие её красота, она сама себе должна нравиться, потому что приходят-то разные люди. Как правило, мы себе не нравимся, мы себя не очень, как бы, оцениваем. Девочки, про невест сегодня очень много уже сказано, но всё-таки, что вы посоветуете, какие рекомендации дадите женихам, ну и, наверное, гостям? Ну, я всегда говорю, что не только женихам и невестам, а вообще всем людям любить друг друга, ведь это так важно. Очень хороший совет, который обычно приводит к свадьбе, если его выполнять. Спасибо большое. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях были Наталья Корзун, руководитель свадебного агентства, и Нина Стазаева, стилист, очень известный стилист в нашем городе. Это люди, которые делают любую, могут любую свадьбу сделать самой красивой и самой счастливой. Спасибо вам большое. Спасибо за приглашение. Каждая женщина мечтает примерить на себя образ невесты и пройтись в красивом свадебном платье. Кстати, есть ещё одна уникальная возможность реализовать эту красивую мечту – это конкурс красоты «Полеское прохожение». Да представляешь, 15 нарядов за 2 часа. Вот это я понимаю. Дорогие друзья, совсем скоро в нашей студии появятся представители модельного агентства и организаторы конкурса «Полеское прохожение», так что не переключайтесь, будет интересно. Этой осенью в Петриковском районе в агрогородке Лясковичи прошёл 4-й фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесия». Уникальное мероприятие, где было много музыки, орнаментов и красоты. А также в рамках этого масштабного мероприятия прошёл конкурс красоты «Полеское прохожение-2016». Уникальное мероприятие, яркое, красивое. В общем, это нужно было видеть. Ну а сегодня у нас в гостях первая вице-мисс этого конкурса «Полеское прохожение-2016» Влада Искридская. Влада, добрый вечер. Здравствуйте, Влада. Также у нас сегодня в гостях директор модельного агентства «Хрустальная нимфа», организатор всевозможных конкурсов красоты Клим Андреев. Здравствуйте, добрый вечер. И Виктория Фролова, режиссёр-постановщик конкурса красоты «Полеское прохожение». Виктория, добрый вечер. Во-первых, примите слова благодарности за конкурс «Полеское прохожение». Необычный конкурс, да, такой уникальный. Ляскович, по-моему, до сих пор под впечатлением. Мне повезло гораздо больше. Я был ведущим этого мероприятия. Могу сказать честно, чего только стоил один показ свадебной моды в рамках этого конкурса. Да, расскажите, что это были за платья и как вообще возникла эта идея? Очень символично. Молодые девушки примерили свадебное платье. Выглядели просто потрясающе. В Селясковиче, конечно, оценили, да и вы, в принципе, тоже обратили внимание, что наши девочки в модных современных платьях представили один из салонов и тем самым подчеркнули своё изящество. Как тебе было примерить на себя свадебное платье? Это было очень волнительно. Ну и, естественно, я почувствовала себя королевой в этом платье. Ну, Влада так молода. Сколько лет? 18. 18 лет. Такое событие. Ну, в принципе... Скажу больше. Даже несмотря на то, что вечером в тот день уже далеко не плюсовая температура была, уже, скажем так, осень давала в погодном отношении о себе знать. Девчонки настолько, наверное, от адреналина и лёгкого волнения праздничного. Они даже не успевали замёрзнуть. Это было действительно очень красиво. Во-первых, сами красавицы, полесские прогожения, как на подбор девочки. Во-вторых, в свадебных нарядах. Ну вот я хочу, чтобы наши зрители насладились этой красотой сейчас. Скажите, а какие сложности вообще были на этом конкурсе? И чем, в принципе, второй конкурс полесской прогожения, климат, расскажите, отличались от первого? Ну, очень приятно, что Зов Полесья стал домом для конкурса. И это уже второй конкурс. Работать было легко. Скажем, ждали девушки, участницы, ждали того, что мы придём за ними. И, скажем так, мы достаточно быстро набрали таких красавиц, участниц. И очень поразил, конечно, командный дух. То есть все готовились, как будто никто не хотел победить, а хотели всё-таки сделать какое-то событие. Сделать красивое шоу. Сделать красивое шоу, да. Это первое. То есть, и второе, все работали, в общем, не покладая рук, учились ходить, дефилировать, репетировали. То есть, просто замечательно. Девочки были совершенно не готовы к этому? Это не профессиональные модели были отобраны? Ну, я думаю, что об этом больше расскажет постановщик конкурса Виктория. Виктория, как шла подготовка? На моё личное удивление, все девушки в конкурсе были подобраны очень харизматичные, артистичные, талантливые. То есть, нам работать, на самом деле, было легко. На одном дыхании проходили репетиции. На вопрос о модели ли профессиональной. То есть, были разные девушки. Были и модели, которые занимались ранее, и были девушки, которые пришли первый раз вообще попробовать для себя, что это такое конкурс красоты. И уже на сегодняшний день, вот, они уже наши учащиеся. То есть, для девушек это стало... То есть, теперь «Хрустальная нимфа» взяла нас шефство над этими красавицами. Красавицами, да. Влада, расскажи, а почему ты решила пойти участвовать, принять участие в этом конкурсе? Кто-то подсказал, посоветовал спортивные интересы или... Ты не из Гомеля даже, по-моему, да? Нет, не из Гомеля. Я из города Петриков, это Гомельская область. Я увидела о кастинге в интернете и посоветовалась с родителями, и они мне сказали, чтобы я и шла оттуда. Но до этого ты никогда не участвовала в конкурсах красоты. Теперь ты довольна? Изменилась ли твоя жизнь как-то? Ну, да. Теперь я хожу в позиум-школу «Хрустальная нимфа». Занимаюсь. Ну, во-первых, мы поздравляем тебя с одной из побед на этом конкурсе. Мы забыли самое главное, это Аллу Мешкову, которая... Ну, к сожалению, она вне зоны доступа сейчас находится. Первое место победительница конкурса – Анна Мешкова, да. Очень такая интересная внешность, очень интересная ее, кстати, позиция была на этом конкурсе. Я как-то сразу отметила, по-моему, был номер 13, да? Да. Да, вот как-то она сразу так очень интересно выделялась. Ну, расскажите, на какой уровень в этом году вам удалось поднять полезскую прохожение? Очень приятно, что к этому конкурсу мы пришли более подготовленными, не только девочки, то есть, которые ждали. Центр моды теперь сам создает свои коллекции одежды. И в конкурсе были показаны две коллекции одежды, созданные непосредственно нашими дизайнерами. Ну, это не меха, который сейчас нет? Это то, что одето под меха. Понятно. Вот, да. Вот, хотя это белорусский мех, и это тоже приятно. То есть, у нас была возможность собрать на одной сцене и как дизайнерскую одежду, так и одежду, созданную в Белоруссии. Я думаю, что в рамках этого конкурса это особенно символично. Очень здорово, да, конечно. Это кто? Первое место? Нет, это как раз таки в Ладо. Ладно, я вас не могу узнать. Кстати, забавно то, что Анна отписалась только сейчас во время записи этой передачи. Вот она как почувствовала. Мы долго не могли ее найти, она уехала. Она находится на учебе в Республике Польша, и, соответственно, связь с ней достаточно затруднительна. Ну, любой зритель, я думаю, она почувствует и там, и через экран. Клим, хотелось бы немножко поговорить о самом конкурсе. Мы привыкли, что на конкурсах красоты оценивается, безусловно, красота. В данном случае, какие критерии оценки полезной прохожения? Только ли красота, да, женская. Вот наша Анна только что была. Мы, безусловно, оценивали и красоту, но в этом конкурсе все члены жюри были единодушны. Харизма, умение держаться на сцене и умение завладеть вниманием зрителя. Поэтому, скажем, практически споров о том, кто победил, у нас не было. То есть мы просто, посчитав очки, называли, скажем так, девушку, и все члены жюри говорили, да. Вот даже если бы мы не считали математический результат, было бы именно так. Мне кажется, этот конкурс имеет особый такой, ну, нравственный, если можно так выразиться, аспект. В нем почему-то нет показа в купальниках. И, насколько я понимаю, это оправдывается вот этим регионом, да, и вот этой полезкой этнографической тематикой. Или все ли так? Или все-таки из-за того, что холодно уже было. Просто было холодно. Почему не было купальников, девушек в купальниках? Очень многие мужчины, кстати, в зале задавают вопрос. Ну, я не скажу, что купальники – это не эстетично, но, тем не менее, рамки этого конкурса придерживаются вот в более национальном, да. То есть в национальной культуре в купальниках нашей обычно не ходят? Еще пока купальники национальные вот как-то разрабатываются в национальном стиле. Скажите, вот как у вас развивались во время конкурса отношения с конкурсантками, друг с другом? Какая атмосфера царила? Да, атмосфера царила. Была очень дружелюбная атмосфера. Мы с девочками помогали всем, чем могли, друг другу, поддерживали. И мы не считали друг друга соперниками. Ну, вы продолжаете общаться сейчас? Да, мы поддерживаем отношения, встречаемся. Полезка прохожения может стать для вас каким-то трамплином? Может быть, она определилась уже как-то, определяет вас уже как-то с выбором профессии, помогает? Ну, я думаю, это определенный шаг в будущее. Ну, дальше посмотрим. Дальше посмотрим. Я даже уверен, что так и будет, поскольку Владой, как моделью, уже заинтересовалось несколько модельных агентств, которые обратились к нам. И вы в начале передачи представили меня как руководителя модельного агентства. На самом деле, Центр Моды – это разноплановое учреждение. Мы и учим детей о красоте, организовываем культурно-массовые мероприятия, как и конкурсы в том числе. Учим любить красоту, учим эстетики, учим пониманию красоты. И в программу обучения Центра входит порядка десяти предметов, среди которых и актерское мастерство, и сценическая пластика, и, естественно, и дефиле, и визаж, и парикмахерское искусство, психология. То есть модные английские предметы, которые позволяют детям расти эстетически образованными и понимающими, чувствующими красоту. Это главное. Потому что далеко не все из них становятся моделями, и не все выбирают подиум, и не всем он нужен. Но научиться быть открытыми, быть коммуникабельными, отвечать вызовам современной жизни и с легкостью находить свое место в нем – вот главная задача обучения в Центре Моды. А в этом году мы стали еще и модельным агентством. То есть мы начали работать как модельное агентство. Начали готовить девушкам, помимо того, что профессиональных портфолио, еще и рассылать в различные агентства, скажем, по всему миру. И видим уже результат, видим интерес, и мы на пороге заключения больших контрактов, поэтому приглашаем всех в модельное агентство Хорстаней. Здорово! То есть сегодня ваши ученицы могут спокойно уехать. Украшать обложки глянцевых журналов мирового уровня. Мы очень на это надеемся. Ну это нормально, я думаю, это замечательно. Какие планы еще у «Хрустальной нимфы» на ближайшее время? Каких конкурсов красоты ждать и кто может в них участвовать? Спасибо вам за этот вопрос. В ближайшее время все наши силы будут посвящены второму уже конкурсу «Миссис Гомель-2016», который состоится в декабре этого года. И дата его скоро будет уже оглашена, как и дата кастинга. Поэтому все желающие смогут принять в нем участие. Он имел огромный успех в прошлом году. Надо обязательно, чтобы вы пришли к нам в гости и рассказали об этом конкурсе. И может быть даже накануне еще раз пригласили «Мисс», да? «Миссис», да, «Миссис», «Миссис», которые смогут украсить этот конкурс. Клим, вопрос следующего характера. Всем ли сегодня доступна красота или все-таки «Хрустальная нимф» остается дистанцированно? Мы стараемся двигаться в этом направлении. И несмотря на то, что мы находимся не в самом центре города, на Реческом проспекте 24, мы идем в этом направлении. В этом году впервые открылся, можно сказать, филиал центра моды в городе Ветка. И в ветковской гимназии можно теперь записаться в группы центра моды, где наши преподаватели дважды в неделю ведут занятия. Также с сентября начали работать группы «Хрустальные нимфы» в средней школе 67. Соответственно, мы теперь есть и в других районах города. Поэтому приглашаем. То есть красота стала немножко ближе? Красота становится ближе. Мы идем к вам. Идем к вам. Учитывая, сколько красивых женщин в других регионах, я думаю, что да, «Хрустальная нимфа» будет скоро везде. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам в гости, за то, что действительно несете красоту в массы. Удачи! Я, Владе, хочу пожелать огромных успехов и в дальнейшем завоевать первые места на подобных конкурсах и исполнения всех мечт. Ну, а вам, ребята, желаю удачи на этом нелегком, но очень красивом поприще. Обо всех красивых новостях рассказывайте нам добрыми вечерами. Спасибо. Спасибо, что пригласили. Выбор платья, цветов, место проведения, гости, кольца. Ох уж этот свадебный переполох. Сколько хлопот в нем. Саш, знаешь, я бы сказала, что это приятные все-таки хлопоты, столько красоты и любви. И все-таки это такие, согласись, редкие моменты в жизни, которые надо встречать очень-очень достойно. Безусловно, это начало истории в вашей семье и в ваших силах сделать ее искренней, особенной и неповторимой. И мы желаем всем любви, счастья и, конечно же, благополучия. Дорогие друзья, берегите и любите друг друга. Это была программа «Добрый вечер, Гомель» на телеканале «Беларусь-4». До новых встреч!